так все же в продолжение темы что делает девушку привлекательной для окружающих был проведен опрос многие сказали что это волосы что это глаза для кого-то это кожа но я бы хотела вот все таки подробнее поговорить вообще что в принципе делает человек привлекательным для другого человека глаза наверное да ну больше не глаза взгляд кожа ну скажем так у всех она настолько разные и у женщины она меняется такое количество раз в зависимости от ее возраста от ее профессии от того стала она мама или нет то есть у кого-то кто-то к сожалению подвергается каким-то травмам и приобретают рубцину не перестает при этом быть привлекательным глаза ну вот напишите ваше мнение на этот счет как я думаю что сохраню этот пост мне очень важно знать ваше мнение и кто-то написал что улыбка но улыбка опять же такое очень узкое понятие на мой взгляд и об этом я хотела бы поговорить поподробнее потому что человека делает привлекательным прежде всего здоровье здоровье челюстно-лицевой области очень сильно влияет на весь организм в целом и те кто знает меня может быть потом как-нибудь в stories я расскажу об этом подробно потому что я тоже сейчас нахожусь на гонотологическом лечении на перестройки мышц на перестройки прикуса и я тоже меняюсь и если вы посмотрите мои ранние видео которые были сняты год назад моя мимик несколько другая моя внешность несколько другая и те кто этим сейчас занимается тоже наверняка отмечают что здоровье челюстно-лицевой области очень сильно нас влияет так как зубы влияют абсолютно на все среди вас есть стоматологи которые уже понимают прежде всего влияет именно здоровье зубов потому что здоровые зубы это здоровая микрофлора а если зубами что-то не так эта инфекция попадает в кровь и соответственно реакция организма как он реагирует на на любую инфекцию воспалением воспаление это боль покраснение это другие вытекающие последствия а на лице если если это еще и допустим воспаление десен неважно женщина мужчина выражается следующим образом это отеки то есть появляются вот лицо начинает отекать отеки могут быть даже под глазами то есть казалось бы болят зубы отекают под глазами и своего опыта также могу сказать что воспаление десен ну и большие парадонтальные карманы влияет на обоняние ты человек еще и обоняние теряет не без этого если у человека поражены зубы и у него кариес и человек проходит лечение реабилитацию пломбами при снижении высоты в жевательном отделе зубов начинает снижаться прикус и вот то что многие пытаются убрать косметологически какими-то процедурами натягивая лицо к ушам можно решить просто наращиванием зубов и восстановлением правильной высоты современная стоматология нейромышечная стоматология гнатология просто ортопедия ортодонтия позволяет еще изменить и прикус как бы не рассказывали про то что можно только косметологическими процедурами поставить лицо на место ну скажем так себе история потому что ну представьте себе руку без костей то есть она никак не будет держать форму также и губы круговая мышца рта это тоже мышца которая требует опоры если нет опоры конечно она губы будут меньше в размере они становятся меньше в размере и когда меняется прикус при парадонтитах губы вот смещаются вперед возможно там какие-то есть клинические ситуации в моем инстаграме где есть фотографии пациентов с нежным прикусом или с парадонтитным то есть они выглядят вот так вот то есть тоже ничего хорошего ничего красивого поэтому зубы это важно также здоровье зубов и десен влияет конечно на сердце и на суставы и если мы говорим про воспаление зубов не лечены то тогда начнутся проблемы со всем организмом в целом от человека заболеванием сердцем это конечно и почек да там или сустав это конечно уже отечен человек поэтому здоровье мне кажется привлекательность она обусловлена прежде всего здоровья пожалуй большим открытием для меня с последних обучений явилось что я кстати на себе это тоже испытала что изменение высоты прикуса влияет на мышцы и влияет на зрение то есть при неправильном прикусе есть проблемы со зрением и можно делать операции на глаза там бесконечная но мышцу глаза на место мышцы глаза на место будет поставить сложно без коррекции прикуса поэтому тоже имейте этот факт в виду на что еще влияют зубы а точнее прикус на то как мы выглядим и как расположена наша голова в пространстве то есть сейчас уже везде говорят что положение головы она буквально параллельно окклюзионной плоскости и соответственно если есть какие-то нарушения во рту мы под них выравниваемся то есть вы замечали наверное что кто-то ходит вот так а кто-то ходит только вот так вот и окклюзионная плоскость соответственно но этих людей тоже находятся не в норме с выравниванием прикуса выравнивается и положение головы в пространстве поэтому представьте насколько все взаимосвязано изменение положения головы влияет на положение на наклон изменение точнее прикуса влияет на наклон головы вправо и влево я очень хорошо сейчас отслеживаю изменения в шейном отделе на кт которые выполняют мои пациенты и соответственно на дыхательные пути представляете сколько всего затрагивают зубы то есть казалось бы что там прикус десны и все остальное а на самом деле это здоровье и общая такая привлекательность при неправильном положении головы также меняется и насыщение кислородом нашего организма то есть их меняется дыхание и тут стоит вопрос если мы не дышим как мы выглядим да мы выглядим всегда такие начинаем выглядеть вот такими вот уставшими измотанными нам все время хочется отдохнуть все время хочется выпить кофе чего-нибудь сожрать такого сладкого или еще чего-нибудь для того чтобы взбодриться так вот с лечением зубов эти вещи тоже нормализуются но наверное самым таким впечатляющим для меня с последних учеб по прикусу явился факт что прикус влияет на кожные заболевания и на наличие или отсутствие там бронхиальной астмы вот это для меня было конечно чем-то невероятным то есть и реально есть клинические случаи где при нормализации прикуса меняется статус человек то есть у него проходит бартихиальная астма или уменьшается аллергическая реакция супер же мне кажется это вообще очень очень и очень здорово и перспектива поэтому когда вы следите за зубами за своим прикусом то вы очень действуете на свое эмоциональное состояние на дыхание зрение здоровье суставов здоровье сердца и сосудов на свое энергетическое состояние ну опять же да то есть полные силы или нет уже когда кислородной недостаточности сил мало как бы мы там не старались какие уколы бы не ставили поэтому пишите пожалуйста под постом что вы считаете делает женщину привлекательной согласны или нет вы с моими высказываниями и соответственно вот те тему которые вы выберете я буду писать на эти темы посты и устраивать прямые эфиры со специалистами сейчас появился запрос на трихологию и очень интересно некоторым поговорить про улыбку поэтому давайте пишите будем общаться и делиться знаниями всего доброго с вами была ольга ерёбинка пока и забыла как заканчивать прямой эфир так обаливайся на круг и обаливаясь и